Ребята, всем привет! Я нахожусь сейчас в ванной на даче, кто вдруг забыл, и я пытаюсь сделать себе кудри, и я это делаю первый раз с этими волосами, с этой длиной, и мне вообще не нравится то, что здесь получилось, хотя выглядит достаточно мило. Сегодня была такая тупая фигня, кстати, сегодня я спала намного лучше, но я просыпаюсь в час дня, учитывая, что я очень поздно легла, как всегда, я еле-еле встала в час, но я не встала, а просто проснулась, и я такая думаю, ну не думаю, открываю видео, всё, там что-то нажала, открытый доступ, обложку, бла-бла-бла, и всё, думаю, ну кайф. Открыла видео, думаю, сейчас потом уже, когда проснусь, через часик, например, видео уже на канале, всё круто, сяду, пить чай, кофе, читаюсь, комменты, что вы думаете? Оказывается, я сижу уже потом, когда проснулась, через часа как раз полтора, вот так вот, хожу такая, чай, кофе себе наливаю, умываюсь, всё такое, сижу же, крашусь, с кариной что-то там болтаю, думаю, ладно, сейчас уже скоро зайду на Ютуб, смотри, там мне пишут, захожу и понимаю, что видос-то я и не открыла, в общем, накрасилась, попила кофе, сейчас вот волосы сделаю, не знаю, что получится, по-моему, даже лучше получается, очень даже неплохо, ах, как же меня бесит, когда с одной стороны хорошо получается, а с другой стороны нет, в общем, хочется сегодня попоткаться, завтра мы в Москву поедем, и я не знаю, когда мы в следующий раз приедем на дачу, ну, через сколько дней, потому что нужно решить в Москве все дела, понять, что по пропускам, и плюс ко всему погода не обещает быть хорошей, и, ну, я не вижу смысла, хотя не то, что не вижу смысла, ну, посмотрим, я не знаю, надо приехать в Москву и понять, вообще, что, куда, сейчас я накручу волосы, и мы пойдем погуляем, прогуляемся до мусорки, еще я угорела с комменты, кто-то написал, чисто мут на карантине, на даче, пойдем прогуляемся до мусорки, ну, да, вот, а еще Слава говорит, что утром кто-то звонил в дверь нам, но в дверь не так, что прям уже зашли во двор, в дверь звонили, а у нас на калитке есть, типа, звонок, и нам звонили в дверь, я просто знаю, что тут есть какие-то мои подписчики, которых я еще пока ни разу не видела именно в лицо, чтобы мы, там, гуляли, и они такие идут, и они такие, ой, Юль, привет, то есть, такого еще не было, и я так полагаю, что, скорее всего, наверное, они звонили, потому что кому еще звонить и зачем, вот, и я хочу сказать всем таким людям, если эти ребята сейчас смотрят это видео, я хочу вам сказать, что звонить в дверь бесполезно, это как, знаете, как ко мне в Москву, когда приходили подписчики, стояли около моей двери, прямо около дома, такие, типа, Юль, давай сфоткаемся, ну, типа, на все вот такие приколы я всегда говорю нет, и достаточно, ну, жестко реагирую, поэтому, если кто-то подойдет к моей калитке и будет что-то там спросить, спрашивать, я могу очень грубо ответить, поэтому будьте готовы, лучше не подходите, а знаете почему? Потому что я считаю, что это просто верх неуважение, и это неправильно, некрасиво, я с удовольствием там сфоткаюсь, поболтаю, если мы случайно увидимся там где-то на улице, пока мы будем гулять, идти до той же самой мусорки, но, типа, давать людям понять, что они могут в любой момент прийти ко мне домой без приглашения, звонить мне в дверь, ну, я не собираюсь, поэтому мне кажется, что поддержите меня, скажите, что я права, да нет, я знаю, что я права, потому что это неправильно, так, а теперь мне грустно, потому что с этой стороны у меня волосы получились лучше, чем с другой, сейчас мне придется как-то это все доводить до ума, блин, ну, посмотрите, как здесь, и как здесь, что это такое вообще, ну, тут я еще волосы расчесала, но они у меня тут изначально такими не были, офигенно, блин, у меня скоро начнется паника, потому что скоро мои осенцы начнут очень быстро отваливаться и говорить пока, ногти мои уже отросли уже, я их подпиливаю, потому что они там у меня трескаются где-то, так, что там, где-то, 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 Хочу сделать сегодня паточку со Славой. Селфи. Думаю, это будет мило. Так что вот такая прическа у меня получилась. Так, поскольку я уже готова, наконец-то мы можем выдвигаться. Так что сейчас пойдем погуляем, посмотрим, как там выкинем мусор. Ты готова выходить? Мама вспомнила, что ничего не кушала сегодня. Слава там стоит на улице, обзванивает всех своих родственников. Я просто слышала, как он с братом и с мамой говорил. Бутерброд будешь? Такой. Сейчас, подожди. Это автобутеры. Мне, пожалуйста, хлебушка. Ага. Сверху сырочка. Ага. А сверху долгопитопарки. Будете так любезны? Да, конечно. А я думала поцелуями. У нас другая валюта. Карточки не подключены. Отлично. Хорошо, ждите, пожалуйста. Через 5 минут ваш заказ будет готов. Как в детстве. Играю в продавца. Когда уже третью неделю на карантине. Да, когда третью неделю на карантине. Сейчас мне срочно нужно выполнить заказ. А вам куда передавать? Ну все, идите принимать заказ. На пункт выдачи. Пункт выдачи. Спасибо. Поцелуй. Денюшки давайте. Ребята, сегодня такая погода хорошая. Все равно прохладненько, но уже намного теплее и солнце светит. Так вот мы идем на мусорку опять. Вот наша прогулка. Белочка гуляет. В общем, сейчас придем и будем во дворе тусить, потому что неудобно. Так куча всего у меня в карманах. Не пофоткаться, не поснимать. Мы сейчас сделали пару фоток. Типа на дороге идем с собакой гуляем. Не знаю. Просто хочется что-то классненькое сфоткать. Сфоткать и выставить. А еще вроде тепло, но если ветер сильный дует, то прям не очень становится. Я помню в детстве мы рассказывали всякие страшилки. Типа там кто-то утонул. Там какое-то чудовище есть водяное. У меня, кстати, даже несколько раз снились сны. Что мы с друзьями тут типа сидим где-то, и кто-то падает туда, его засасывает, и мы не можем его спасти. В общем, обожаю. Мои сны. Что-то вот дом необычный. Какой? Вот этот, а вот этот. Вот этот? А про этот дом вообще у нас такие легенды были. И там типа наверху живут пчелы. И мы типа всегда на велике когда катались, нужно было именно это место быстро очень проехать. Все, я даже, честно говоря, ни разу никого не видела. В общем, ребята, рассказываем. Мы пофоткались. На улице уже потихоньку начинает темнеть, но еще пока светло, хотя уже что-то около 7 вечера. В общем, я сейчас пойду заниматься пчелкой, жарить. Бивочка лежит, отдыхает. Она еще не знает, что завтра мы едем в Москву домой. Интересно, она обрадуется или нет. Что мне здесь еще нравится? На этой кухне, что я, получается, могу готовить и смотреть в окно, например, на соседей. Или я, например, здесь что-то делаю и могу видеть, как кто-то жарит шашлык. В общем, вот печенка. Тут я не знаю, сколько... Килограмм 380. На самом деле, кажется, что много. Я вообще только недавно начала разбираться в том, насколько много килограмм печенки. Много это или мало. Вот, куда в Москве начала готовить. Сейчас надо ее помыть. А, я же хотела на ваши комендосики отвечать. Но для этого мне нужен телефон. Он у меня там. Ладно, сейчас я дорежу печенку и как раз тогда буду открывать муку. Помою руки перед этим. Ужас. Что я милая за тетка, когда сказала, помнишь, мы из Италии привозили? Она про вирус? Вопрос. Нет, они там стояли, какое-то вино смотрели. В магазине просто женщина такая. Помнишь, мы из Италии привозили? Я с этого поугарала. Я такая, Славя, говорю, помнишь, мы из Италии привозили? Не знаю. В общем, так, гречка, 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 ты куда належишь? Ой, тут и мука сразу. Гречка, мука. Сейчас мы все это приготовим, ребята. Кассу в плиту включать. Очень интересно. Я, пожалуй, позвоню дедушке. В общем, я позвонила дедушке, и он мне объяснил, как тут работает плита. Скорее всего, жарить я буду на газовой плите. А гречку будем делать на вот этой. Так, в общем, вроде все нормально, процесс начинается. Слышу, что оно подогревается. Сейчас начинает у нас трусовочка. Но я, честно говоря, ну, боюсь. Потому что, знаете, газовая плита здесь есть и все такое. А я начинаю немножко паниковать. Так, сейчас я начну обрабатывать печеночку. Вот, болтаюсь. Всем привет! А я, знаете, что делаю, ребята? Смотрю Елен влог. Спасибо. Правда, первый пока что заканчиваю. Ну, ты думаешь. Ну, я заканчиваю уже. Сейчас второй буду смотреть. Ну, ладно. Что не нравится. А кто у меня рядом? Кто? Лютик? Лютик, привет! А я вот буду сейчас жарить на газовой плите вот это. Думаю, что уже можно... Теченку надо же жарить? Да, теченку! Итак, ребята, все приготовилось. Жарить на огне было сложно. Но все получилось. Хотя немножко где-то подгорело, но все равно очень вкусно. Салаты, гриффины. Смотрим, кушаем. Гречка, огонь. Вот такая атмосфера. Лаваш. Итак, в общем, какие у меня новости. Пока что искупала Вивену, несмотря на то, что завтра мы поедем в Москву. Она уже грязная. Плюс ко всему она спит с нами в кровати. Поэтому немножко искупали маленького динозаврика такого сладкого. Вива, покажись. Покажись. Сейчас мы глазки ее почистим. Сейчас буду ее сушить. Эта моя смешная. Вот, на кухне. Жесть. Все это предстоит мне убирать. В общем, такая веселуха, конечно. Ну, что поделать. Пока у меня отмокает собачка, впитывает влагу в полотенце. Сейчас пойдем сушить уму хороший. Завтра мы, как встанем, поедем в Москву, чтобы успеть спокойно заехать в магазин. Плюс ко всему, я думаю, что будут пробки большие. Не знаю наверняка, но лучше перестраховаться. Поэтому поедем. Как встанем. Там уже понятно будет. Итак, ребят, я уже посушила Вивьену. Немножко полежала, почитала ваши комментарии на Ютьюбе. И сейчас я все-таки, поскольку завтра мы уезжаем, хочу разобрать вот эти вещи. Точнее, просто их повесить, потому что там нечего разбирать. Из-за того, что завтра мы уезжаем, у меня такое состояние, что мне ничего не хочется снимать. Потому что мне хочется насладиться, типа, как будто бы последним вечером. Хотя он не последний, конечно же. Но просто завтра днем мы уедем в Москву заехать к ветеринару, поставить Вивьене уколы. Вот. И сразу как раз домой. Потому что надо сделать. А еще я хочу потом, наверное, съездить в собачий магазин. И нужно купить ей какой-нибудь ошейник от клещей. Мы никогда такое не делали, не покупали, поскольку у нас Вивьена домашняя собачка. Но пора, я думаю. Вот так вот зимние курточки оставляю. Короче, я решила на даче в этот раз в эту поездку уже не убираться. Только вот сейчас на кухне еще мне предстоит уборка после того, как мы покушали и все такое. Почему я решила этого не делать? Потому что в следующий раз я уже приеду и буду снова убираться. Поэтому не вижу смысла сейчас мыть полы, поскольку когда мы уедем, наверняка соседи будут сюда заходить, чтобы взять корм для кота, пушка. Вот. И поэтому не вижу смысла сейчас намывать полы. Вообще охота просто лежать. Что-то меня так разморило. Не знаю. Сегодня еще такая странная погода была. И мне хотелось спать днем. Типа, знаете, как в детстве. Прям покемарить часочек. Но если бы я рано вставала, хотя бы в 9 утра, если бы я вставала каждый день, то, например, после обеда можно было бы часик подремать и пойти гулять дальше. Вот. Но поскольку я встаю и так после обеда, извините меня. А, кстати, я же вам не рассказала про Sims, мои хорошие. Фигня в том, что некоторые в комментариях у меня под видосами пишут, Юля, когда следующие выпуски Sims рассказываю. В общем, когда я установила этот Sims дурацкий. Со всеми дополнениями. Я потом накачала кучу модов. Я не знаю, сколько дней я на это потратила. Наверное, дня три в общей сложности. Пока установила, пока записала. Потом много часов играла, записывала экран. Потом все это убыстряло. Ну и, в общем, я накачала очень много разных модов, каких-то дополнений. И у меня просто вырубился комп. Прикиньте. У меня вырубился комп и горел такой знак, типа, перечеркнутый. И все, и ничего не происходило. Он не включался. Ну, то есть, выключался, но именно не включался. То есть, не было рабочего стола, ничего не происходило. То есть, не было даже возможности удалить эти моды или удалить игру. То есть, вообще, я не знаю, почему. Обычно в такие моменты, знаете, я, бывает, паникую. Но в этот раз я почему-то вообще не паниковала, не парилась. Я просто такая говорю Славе то, что, блин, я, походу, комп сломала. Ну и все. Он посмотрел в интернете и подчинил мне его. Там был вариант, в общем, перезапустить комп, всю систему. Либо восстановить какую-то там резервную копию. У меня резервная копия делась в 14-м году. И мы решили восстановить эту версию. Восстановили там все старое. Вообще, обновление, макс старое. Все такое вообще другое. Очень было странно. И я нашла на компе, у меня были всякие файлы, видосы, влоги на GoPro, когда мне брекеты ставили в 14-м году, прикиньте. В общем, вот такой вот комп у меня восстановился. Я такая Славе говорю, типа, не, нафиг надо, давай просто все сносить, все удалять. И просто заново устанавливать комп, программу эту операционную, или как называется. И чтобы он был чистый. Он сейчас у меня идеальный чистый комп. Все, что у меня там есть, это Final Cut для монтажа видосов. И все, просто у меня там больше ничего нет. У меня там даже фотошопа нет. Но на самом деле, я уже не пользуюсь фотошопом давно на компе. Я вообще не обрабатываю фотки на компе, уже не знаю, сколько лет. И, честно говоря, неохота. Потому что технологии уже дошли до такого, что все можно делать через телефон. Куча разных крутых приложений, сами знаете. Кстати, кто не в курсе, недавно на моем канале было видео о том, как я обрабатываю фотки, и что в моем телефоне, посмотрите обязательно. Потому что меня так вот вымораживают такие люди, знаете. Меня так бесят такие комментаторы, которые пишут... Ой, у меня под этим видосом просто по тем, про то, что у меня в телефоне были комментарии. Ой, да никому это вообще не интересно. Снимать то, что было популярно в 15-13 году, никому это не интересно. Всем пофиг, что у тебя в телефоне. Я думаю, твою мать, я снимаю, потому что люди просят. И даже когда я снимаю такие видосы, все равно пишут... А как ты фотки обрабатываешь? Сними об этом видео. Никого, конечно, не хочу обидеть, но все те люди, которые оставляют под такими видосами комменты, типа, лай, тренды, там, 13-12 года вообще снимать тебе нечего. Что за фигню ты снимаешь? Никому не интересно, что в твоем телефоне. Еще сними, что в моей сумочке. Блин, надо будет, сниму, потому что я знаю, что есть люди, которым интересно, что в моей сумочке. Но это я не хочу снимать, потому что мне неинтересно и показывать нечего нового. Все как всегда. У меня там кошелек, там, я не знаю, ключи, ключи от дома, от машины, там, всякая фигня, паспорт. Ну, типа, вот какие-то такие моменты, поэтому снимать даже это не буду. А то, что в телефоне, я считаю, что это офигенная тема, это офигенная рубрика, которую можно снимать каждый год. Потому что каждый год появляются новые приложения, новые, там, техники обработки фоток. Я считаю, что вот такое писать, это нужно быть, ну, реально, ну, недогоняющим, мягко скажем так. Недогоняющим до того, что все в жизни не стоит на месте и приложения тоже меняются. Поэтому вот, так что, если хотите посмотреть, как я обрабатываю свои фотографии, в каких приложениях, что я делаю, то посмотрите обязательно это видео. Оно называется что-то типа, что в моем телефоне, как я обрабатываю фотки. Недавно было, буквально, может, даже меньше месяца назад. Вот, выговорилась. Так что вот, теперь у меня полностью чистый, пустой комп. И Sims, конечно же, удалился. И самое обидное, что удалилось где-то 5 часов того, как я строила дом в Sims. Но в этом все равно не было бы смысла, если бы я не могла продолжить строительство и показать вам более детально то, что я там построила. Конечно, я очень расстроена из-за этого была, в том плане, что я потратила на это очень много времени. Я горела желанием, действительно, мне нравилось. То есть, это именно то, о чем я говорю, что хочется найти что-то такое, что меня прям увлечет. И прям, не знаю, хоть пойти огород начать сажать. То есть, что-то такое хочется. Уборка, конечно, это хорошо, но хочется пассивный труд, знаете, сидеть, не знаю, игру в какую-то найти прикольную, что-то такое. Потому что постоянно вот физически себя мучить уборками во всех домах, в которых я живу, это, конечно, хорошо. То есть, это на самом деле полностью заменяет мне любой спорт. И мне кажется, что иногда даже люди от какой-то тренировки в зале не устают так, как я устаю, бывает, когда убираюсь. Вот, я думаю, что меня точно хорошо поймут те люди, которые убираются дома очень много, часто и очень тщательно. И они поймут, что на самом деле это очень тяжело. Вот бегать не люблю на дорожке, скучно мне. Приседать, что-то, ну вот тоже мне скучно. Вот я не могу заставить себя, я хочу, я постоянно думаю, что надо, надо, что-то бегать точно нет. Хотя тут даже есть беговая дорожка на даче. То есть, типа, мне больше нравится вот в таком плане физической какой-то нагрузки именно уборка. Потому что я и тело разминаю пока туда-сюда, сверху, вниз и обратно по лестнице как раз здесь можно ходить. Нормальная, кстати, тренировочка получается. Я и занимаюсь как бы, и убираюсь, понимаете. Вот что мне нравится. А если ты просто занимаешься спортом, ты просто занимаешься спортом. И дома чисто не становится от этого. То есть, я люблю, когда я могу сделать что-то такое универсальное. То есть, я, например, убираюсь дома и смотрю там какую-то программу, которая мне интересна. Ладно, мне нужно идти вниз и начинать уборку. Так, я немножко переоделась, потому что мне было очень удобно в джинсах и в тёплом свитере. Поэтому у меня вот такой вот лук. Я, кстати, в этом спала сегодня. Очень удобно было. Я записала сторис, типа, ребята, задавайте мне вопросы. Потому что я сейчас буду убираться на кухне. И как раз буду с вами о чём-то болтать. И вот пишет, девочки, такая скучная стала, жаль, ведь раньше ты мне нравилась. А ещё я увидела комментарии под первым влогом сдачи. Кто-то написал то, что... Тулья... Что же такое там было написано? Что-то, типа, ничего полезного они узнали из моего видео. Ребята, я же не книга какая-то, чтобы вам что-то полезное постоянно выдавать. Я записываю свою жизнь. И каждый день в моей жизни происходит что-то суперполезное. Я живу изо дня в день просто благодарна, что я просыпаюсь, и всё хорошо. И вообще, я считаю, что мой канал всё-таки больше развлекательный. И я не сомневаюсь в том, что в моих видосах бывают забавные, смешные моменты, которые люди пересматривают, сохраняют, выставляют, пишут тайм-коды, угорают. И для меня, на самом деле, это самая главная похвала. Для меня это самая, не знаю, высшая оценка, скажем так. Так, конечно, мне хочется и что-то полезное вам рассказывать, что-то полезное нести в народ. Из полезного могу сказать просто будьте хорошими, не употребляйте алкоголь. И мне кажется, что это всё бред. Ну, типа, знаете, я даже не расстроилась из-за таких комментариев. Как можно сказать, что я ничего полезного вам не несу, если я... Это не все так пишут. Кто-то, наоборот, пишет, это самый лучший влог, вообще он такой крутой, такой полезный. И вообще, спасибо, ты меня так мотивируешь. Я не верю в то, что я неполезная. Я знаю, что есть люди, которые радуются, когда я выставляю видосы, которые с кайфом проводят свой досуг, когда смотрят мои видосы. Для меня это самое главное. Я не собираюсь там что-то бросать, приставать, выходить в депрессию, только из-за того, что кому-то что-то там не нравится. Нет, конечно, всегда негативные комментарии расстраивают, но читаешь негативные комментарии, а там очень хороший потом идёт. И не расстраиваешься сразу. Может быть, это звучит как оправдание какое-то, но, блин, я мотивирую людей на уборку, на готовку. Мне кажется, надо быть проще. Если тебе что-то не нравится, не делай это, не смотри это. А если вдруг вы не нашли что-то полезное в моих видосах, так иди читай книгу, Ле. Какого хрена ты сидишь, смотришь видосы, если тебе ничего полезного не приходит? Вот, ну и плюс ко всему, опять же таки, повторяюсь, мой канал не какой-то там супер познавательный National Geographic, поэтому идите в баню вообще. Это тоже мне так нравится. Чтобы такого придумать, что-то с ресницами, чтобы такого сделать. Самое тупое, что у меня даже никаких накладных, ничего такого вообще нет. Но я этим не пользуюсь никогда накладными вообще. Я как-то, может, в детстве наклеила, ужасно получилось, поэтому... А еще я увидела в комментах кучу просто недопониманий, что за дачи, где какие дачи, связь просто потеряна, потому что дачи куча. В общем, рассказываю. Вот эта дача, это дача моего дедушки, дедушки отца моего папы. Она находится в часе езды до дачи моей мамы. Там, где дача моей мамы, там же и дача Карины и ее родителей. Потому что это одно и то же место, одна и та же дача, просто они живут через два там или три-четыре дома. Надеюсь, что я объяснила доходчиво. Вот. Но эта дача находится ближе к Москве. То есть мы отсюда до Москвы, ну, где-то час нам ехать. Но и до маминой дачи ехать час, но потом от маминой дачи до Москвы ехать часа полтора. Это вообще просто идеально, без пробок. А так, ну, типа два часа. Поэтому вот объяснила. Потому что было много вопросов в комментариях по этому поводу. Никто не понимает, все запутались. Вот. А по поводу печенки она была не очень. Точнее, печенку я сделала хорошо, но вот я ее даже ела, и у меня прям было вот чувство того, что я ем печень. Ну, как-то вот странно. Да, в Москве, когда я делала, намного вкуснее. Куда хочешь полететь в первую очередь, когда в мире все наладится? Блин, не знаю, может, в Грузию я бы хотела съездить. Давно там не была. Сколько лет вы вместе со Славой? Недавно было три года и четыре месяца. Так время летит просто жесть. Скоро будет три с половиной года. Кстати, это мои самые долгие отношения. И его тоже. Твой папа раньше жил в Грузии. Почему переехал? Нет, мой папа никогда не жил в Грузии. Мой дедушка грузинь. Мой дедушка жил в Грузии. Потом где-то лет в... Честно говоря, даже не помню. Но мне кажется, что лет в 30, либо в 20 с чем-то. Мне кажется, в 30 с чем-то дедушка переехал в Москву и жил в Москве. А может, даже раньше. Может, даже не в 30, а до 30. Ну, короче, суть в том, что у меня дедушка из Грузии, но он там ходил в русскую школу и вообще идеально знал всегда русский язык и грузинский, понятное дело. Поэтому у моего дедушки нет и не было никогда никакого акцента. Хотя, может, и было когда-то в детстве, не знаю. Ну, наверное, может, не знаю. Такие уж подробности я не знаю. Что я сделаю первым делом, когда выйду с карантина? Я пойду наращивать ресницы, реально. Пойду наращивать ресницы. В ресторан уже даже не знаю, хочу ли я ходить в ресторан. Честно говоря, что там делать? Дома все то же самое, только дешевле. Вот реально. Мне кажется, столько денег вообще мы экономим из-за того, что мы не ходим в рестораны сейчас. Потому что мы практически каждый день ходили в этот Джон Джоли, кто смотрел мои блоги. Просто каждый день. Конечно, я скучаю по квашеной капусте, которую я там ела. Кстати, нужно будет ее где-то найти, купить, чтобы была тоже дома. И кто-то мне написал, типа, ой, Юля, зачем тебе много одежды брать из Москвы? Не надо перед нами выпедриваться. Ты же на даче. Нам не нужны какие-то супер-крутые шмотки для видосов. Ты же на даче. Да, ребята, я не про одежду вообще говорила. Хотя одежда тоже нужна, знаете ли. Вот, например, у меня есть одна вот такая майка. У меня нету обычной какой-то футболки, в которой можно было бы спать. И на даче кто-то написал, Юля, ты же постоянно вещи привозишь на дачу. У тебя же тут куча вещей вообще. Нет. У меня здесь куча зимней одежды. И то не куча, а там вот какие-то спортивные штаны. Вот эта вот штучка здесь была на даче. А так, на самом деле, у меня тут на даче не так уж и много вещей. Когда я буду снимать нарощенный волос? Я их пока не собираюсь снимать. Ну, в смысле, сама вручную. Я их пока не собираюсь снимать. Конечно, они уже ужасно отросли. И мне прям не нравится то, что происходит. Но я все-таки надеюсь, сколько у нас сегодня. 13 число. То есть, в принципе, гипотетически, если я еще смогу выдержать 3 недели, да, ну, даже меньше. 2,5. И все откроется, то первым делом, после ресниц, я пойду делать коррекцию наращивания волос. А лучше не коррекция, а новое наращивание, потому что я подстригла волосы. Кстати, не свои, а нарощенные. Поэтому пофигу. Хотя мне очень нравится эта длина. Но я бы хотела сделать уже новое наращивание, потому что волосы все-таки тоже портятся. В общем, все я убрала. Все помыла. Посудомойку загрузила. И пока убиралась, мне позвонила подруга Надя. И мы с ней болтали. Болтали с Надей, пока я прибиралась. Потом я начала смотреть интервью на Пушке, про которое мне сегодня все пишут. Очень странно. Даже не знаю, что прокомментировать. Во-первых, там вот Володос. Я его помню, конечно же, я его знаю. Я его видела часто на разных фан-встречах. И мне было очень приятно его видеть, сколько я вот помню. Ну, уже давно за ним, конечно, и вообще, в принципе, не наблюдала, да, как за блогером. Вот. Я просто к тому, что я помню его на всех фан-встречах. И помню, как мне было приятно каждый раз его видеть. И он постоянно, всегда подходил. Мне всегда это было приятно. Вообще, когда раньше часто были фан-встречи, когда это все еще модно, популярно было. Потому что, не знаю, мне кажется, сейчас очень редко фан-встречи какие-то проводят. Ты так или иначе в любом случае запоминаешь людей, которых ты видишь часто, которые постоянно приходят. У меня есть и по сей день такие люди, которых я помню, с которыми я даже переписываюсь, которые часто приходят на мои какие-то встречи. И мне это очень приятно. Я помню тот видос, который летал в интернете, где вот этот Владос, как он говорит в интервью, что меня больше всего бесит. Он говорит в интервью, что он якобы меня там затронул. Но нет же! Это, во-первых, намного ниже. Меня просто это бесит. На протяжении всего интервью раза три или четыре упомянул мою грудь. И я думаю, что такое? Я всегда радуюсь за людей, когда они идут к своей цели и достигают этих целей. И это всегда круто. И всегда это вызывает уважение, особенно, когда тебе очень тяжело что-то даётся в жизни. И ты понимаешь то, что у тебя не так много возможностей прийти к этой заветной цели, как у кого-то другого, допустим. Потому что всякое бывает в жизни. И круто, когда люди добиваются того, чего хотят. Никогда не останавливайтесь ни перед какими преградами. А то, что мою грудь упоминали много раз в интервью, я в шоке. И там, кстати, в интервью тоже обсуждали нас с Кариной. Там они как раз говорят о том, что Карина очень милая, а я наоборот. Типа Ксюша говорит, что я в сторис с Светкой «Симс, остановилась Симс». Не знаю, мне кажется, что я в интернете веду себя так же, как и в жизни. То есть я даже на интернет, на весь интернет, в своих видео рассказываю те вещи, которые я по-хорошему, по-хорошему должна была скрывать. Не рассказывать на весь интернет, не показывать какие-то очень личные вещи. Но я всегда стараюсь максимально многое, что могу показать, потому что я хочу, чтобы люди знали, какой я человек, как я живу, что у меня есть какие-то там нехорошие привычки, что я люблю, что мне нравится, как я живу. Вообще вот такие вещи. Мне кажется, что это очень важно, когда человек открытый перед своей аудиторией. И я никогда не прикидывалась милой. Я могу выставить какие-то секси-фотки, иногда видео. Я могу даже что-то матное сказать, но я всегда это запикиваю, потому что ну не хочется. Мне самое главное, чтобы взрослые люди, мои ровесники, поняли, что просто бывают такие шутки, бывает, что в тему, ну даже не шутки, а просто испугался и, ну, короче, я вам рассказываю. И мне всегда главное передавать атмосферу такой, какой она является в реальной жизни. Блин, вот смотрю на себя и понимаю, что скоро у меня вообще не будет ресниц. Мне кто-то написал, типа, ой, так хорошо, у тебя глаза даже больше раскрылись, типа, без этих ресниц. и все такое. Ребята, я не знаю. Так сложно принять это. Самое ужасное, что мне еще две с половиной недели так ходить, дай бог, что там 30-го, да, все это закончится и вообще все будет нормально, дай бог. И все закончится и все откроется и можно будет, ну, жить, как мы живем. Но мне кажется, что да, потому что, ну, невозможность, столько люди не могут не работать. И, кстати, вот если эти темы поднимать по поводу того, что сейчас многие лишились работы и хоть якобы им там все выплатят, ну, для меня это очень такая странная тема, потому что я не представляю, как можно всем выплатить деньги. И я понимаю, что одно дело, когда люди работают на государство, а другое дело, когда работают там начальственников и все такое. Салоны красоты, кто им выплатит деньги? И вот эти вот, знаете, отсрочки кредитов, это же отсрочка! А потом тебе надо будет столько платить, а где ты сразу возьмешь такие деньги? Все это очень страшно. Я понимаю, что, ну, опять же таки, я просто говорю про свои мини-проблемы, типа ресниц, маникюров, просто потому что это меня касается, моей жизни, это то, что мне непривычно, то, с чем мне приходится сталкиваться, вот, но я понимаю, что у людей проблемы намного масштабней, глобальней, и кто-то действительно теряет свою работу, свои бизнесы, и это жестко, страшно. Поэтому я думаю, что вряд ли это все будет еще дольше затягиваться, потому что, ну, невозможно. Самое страшное, что заболевших с каждым днем все больше и больше. Но я, честно говоря, перестала следить за этими новостями, потому что уже просто невозможно. Я не хочу каждый день об этом читать, у меня уже, не знаю, миллиард пропущенных в Телеграм, непрочитанных сообщений от всяких пабликов про вирусы и все такое. И, конечно, меня все это, ну, волнует, но я просто не могу уже каждый день сидеть и смотреть эти статистики. Меня это просто в какую-то депрессию вгоняет. И так все напряженное. Тут еще это постоянно эти новости, короче, жесть. В общем, вот, так что завтра постараемся встать пораньше. Наверное, даже не будем тянуть и постараемся прям пораньше выехать с дачи, чтобы больше всего успеть. А так вообще я хочу скорее уже вернуться обратно сюда, хоть мы еще отсюда не уехали, потому что, не знаю, я уже так привыкла. Это так странно, но мне правда хорошо здесь. Так что ладно, пацаны, спасибо, что смотрели эти денечки. Скоро будут продолжения. Живем на даче, так что подписывайтесь на мой инстаграм. Будьте счастливы, здоровы и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok